Так вот, возвращаясь к нашим друзьям из Свободного университета, про Честертона это правильный вопрос. Понимаете, в чём беда? Это тот самый обидный случай, когда есть и чувство Бога, и чувство гармонии мира, и чувство неслучайности всего. Но нет художественных средств, чтобы это выразить. Честертон был великолепный чувствователь, замечательный эссеист, а гениальный догадчик, хотя и ему изменяло чуть-чуть, а Муссолини отзывался вполне комплиментарно. Но ведь какая вещь, а художественных средств для выражения всей этой прелести мира у него не было. Он посредственный писатель. Бывает такое, простите, что я это говорю, он был гениальный действительно богослов, теолог, замечательный биограф и эссеист, феноменальный газетчик, писатель в газете, это его самоопределение, и это жанр, который он открыл. Но ничего не поделаешь, у Честертона с чисто художественной стороны, психологизм его слаб, детективы его слишком эксцентричны и потому недостоверны, напугать он по-настоящему не может. Поэтому у него есть одна гениальная книга, и вы знаете, что это за книга. Человек, который был иствергом. Это, ну и, конечно, ещё тут столкнулись два гения, потому что потрясающий перевод Натальи Трауберг. По-русски эта книга едва ли необаятельнее, чем по-английски. Хотя по-английски, надо сказать, её тоже читать – большая радость. А мне повезло, потому что три гения столкнулись, потому что я это знаю в Матвеевском пересказе, а потом уже прочёл как книгу. Это действительно божественная вещь. Когда сошёлся жанр и автор. У Чистер Тона же, понимаете, книги имеют подозголовок «Найтмэр», «Ночной кошмар», у него действительно с описанием снов несколько лучше обстоит дело, чем с психологией глубинной. Он не психолог совсем, он замечательный эксцентрик, он легко описывает великолепные выдумки и чудеса, он, может быть, немножко шёл по гриновскому пути, но ему не повезло открыть свою страну, свою, так сказать, Гренландию. Он пытается работать в русле всё-таки традиционного романа, и поэтому и «Шар и Крест», и особенно ужасно мне неприятный «Перелётный кабак», вся эта искусственная, вымученная, вот Борхес это точно почувствовал, вымученная радостью, по ненормальностью, которая у невротики никогда не получается. Убедительно, он же был типичный невротик, с такими патологическими реакциями, там, с потерей сознания во время рода у жены, с впадением в кому во время войны, зашкаливает его эмоциональный ряд, его эмоциональное чутьё, и поэтому он не психолог совсем. Поэтому его проза – это в некотором смысле, как вот Андрей Шумякин называл Параджанова, кинематографистом до кинематографической эпохи, а здесь в Тбилиси это особенно понятно, потому что здесь калажная техника очень популярна, а вот насколько и о Селиане тотальная кинематографист, настолько Параджанов – калажная техника до кинематографической эпохи. И при всём уважении к Параджанову, всё-таки динамики в его фильмах недостаточно, особенно после «Цвета граната», особенно последней работы, там, ну, «Легенда о Сурамской крепости», гениальная картина, или «Ашик Кирид», но всё-таки это не кино, это что-то другое. Да и, в общем, в «Цвете граната», кино начинается там на последних 40 минутах, на мой взгляд, чем ближе к смерти героя, там, тем ближе, как ни странно, тем больше в этом мире оказывается динамики. А так, это монтаж аттракционов замечательный. Но вот именно ужас в том, что чаще всего люди с избытком эмоций наделены таким некоторым недостатком воображения, недостатком движения, и поэтому, может быть, проза «Честертона» – это не совсем проза. А он правильно совершенно говорил, что чем сложнее существо, тем дольше длится его детство. «Честертон» в каком смысле так и не повозрослел. А проза требует взрослости. Это, в общем, взрослое такое дело. Он не дожил до прозы, поэтому ему посчастливилось в первом романе добиться наибольшей выразительности. Вот в 1908 году он прыгнул выше головы и больше уже так не прыгал. А, как бы сказать, его мировоззрение сложнее, чем его арсенал художественный. Субтитры создавал DimaTorzok